Привет друзья! В Кронштадте открылся единственный в мире крытый музей, в котором разместили целиком атомную подводную лодку. Главным экспонатом музея военно-морской славы в Кронштадте стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Сейчас это один из самых уникальных военных музейных объектов в мире. Это не инсталляция, а полноразмерная первая советская АПЛ, проекта 627 «ГИД». Создание подводной лодки К-3 было национальной задачей в СССР. На ее решение работало 35 институтов, более 20 конструкторских бюро, около 100 промышленных предприятий. Ход строительства первой АПЛ был строжайше засекречен. Нельзя было даже доносить чертежи в цех, где строился атомоход. Перед рабочей сменой рабочие заходили в специально отведенное помещение, читали чертежи и запоминали их. Секретность сохранялась и для экипажа. При обучении моряков на первой советской атомной электростанции им запрещалось даже называть друг друга по именам. Для восстановления подводной лодки был разработан и реализован сложнейший проект по передислокации АПЛ К-3 Скольского полуострова с судоремонтного завода «Нерпа» в городе Нежногорск Мурманской области в Санкт-Петербург. Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была спущена на воду в 1957 году и выведена из состава Северного флота в 1991 году. История службы подводной лодки К-3 была непростой и местами трагичной. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все!